Приветствую вас, друзья мои! В этом видео речь пойдет не о площади Испании, не о фонтане Баркаче, не о лестнице, которую часто называют Испанской, и даже не о церкви Тринитада и Монте. Я хочу предложить вам прогуляться по одной из самых прекрасных улиц, которая находится возле Испанской площади. Я строю свои маршруты и экскурсии так, чтобы у гостей Вечного Города была возможность сравнить туристические и нетуристические места города. Таким образом, с шумной Испанской площади мы пойдем с вами на скрытую тихую улочку, которая два раза в год, весной и осенью, превращается в выставочный зал. С 27 апреля по 1 мая на улице Маргутта проходила 121-я выставка художников. Каждая выставка посвящена определенной теме. 121-я выставка художников освещала тему искусственный интеллект и творчество, отношения между человеком и машиной. Каждый из ста художников, обладающий собственным художественным языком и техникой, создал одну или несколько работ на предлагаемую тему. А затем они были выставлены прямо на улице Маргутта. И мы, прогуливаясь по улице, можем любоваться выставкой под открытым небом. Рим часто называют музеем под открытым небом, а здесь на скрытой от глаз туристов улочке выставка под открытым небом, да еще и бесплатная. Выставка художников объединяет итальянских и зарубежных художников на одной улице. Художники приезжают не только со всей Италии, но и с других стран. Но все-таки, на мой взгляд, 99% здесь выставляют свои картины итальянские художники. С 27 апреля по 1 мая 2024 года выставка работала с 10 до 20 часов. Выставка художников на этой улице проходит не случайно. Вначале улица Маргутта не была такой. Она приобрела свой эффект сладкой жизни со временем. Раньше здесь не было ни художественных галерей, ни отелей, ни антикварных магазинов, а были конюшни и огороды. Это была безымянная улица, параллельная знаменитой улице Бабуина, для которой она служила за дворками, местом для стоянок карет в задней части дворцовых дворов. Это было место конюхов и кучеров. Затем однажды неизвестный художник открыл на улице Маргутта свою студию, и многие из художников стали здесь снимать недорогое жилье. Так улица стала заполняться художниками и скульпторами. И начала интересовать даже тех, кто никогда раньше не считал эту улицу достойной интереса. После объединения Италии на улице построили новые здания и провели канализацию. И, конечно же, укрепили холм, с которого после дождей так часто стекала дождевая вода. Здесь жили выдающиеся люди. Джорджи де Кирико – итальянский художник, Пабло Пикассо, Федерико Феллини – итальянский кинорежиссер и сценарист. Они здесь жили и искали вдохновения. Жан Кокто, французский писатель, художник и режиссер, однажды написал в письме матери «Мы живем в районе земли». Так он описывал свое проживание на этой улице. «Я считаю, что такой Рим надо показывать гостям вечного города. Конечно, я показываю главные достопримечательности, без них не обходится ни одна экскурсия. Но почему-то оттуда быстро хочется бежать из-за шума и толп туристов. А такие улочки, как Маргутта, помогают прочувствовать душу Рима и увидеть его колорит». Итальянский певец Лука Барбаросса посвятил улице Маргутта песню. Там есть такие слова. «Любимая, видела бы ты, как прекрасно небо над улицей Маргутта этим вечером. Глядя на него сейчас, кажется нереальным, что это то самое небо, небо художников, молодых поэтов и их возлюбленных, тайно укрывшихся в баре». Детство певца Лука Барбаросса прошло на соседней улице, на улице Сан-Джакуму, в двух минутах ходьбы от улицы Маргутта. Маленький Лука не понимал очарования улицы Маргутта, пока дедушка не провел его в одной из больших дверей, ведущих во внутренний дворик. Таким образом, он попал в мир, который невозможно увидеть снаружи, состоящий из историй, тайн и дворов. Всего того, что невозможно увидеть, потому что оно скрыто фасадами зданий. Дорогие друзья, если вы будете прогуливаться по улице Маргутта, обязательно заглядывайте в открытые двери, чтобы рассмотреть красоту двориков. Лука Барбаросса рассказывал, что они поднимались по лестницам, гуляли по чердакам, ведущим на крыше Рима, где рождались работы художников. Рим стал жертвой нацистского вторжения. Художники жили на улице Маргутта, встречались с друзьями, обсуждали страшные события. А в случае опасности, по тайным переходам, а их здесь было очень много, можно было убежать отсюда. Здесь дедушка певца спас жизнь еврейскому ребенку. Его семью забрали и отправили в концлагерь, из которого почти никто не вернулся. Дедушке удалось спасти ребенка, оставшегося одного. Он спрятал его в нише между двумя полотнами картин. И нацисты не смогли найти его в этом чудесном тайнике. Улица Маргутта – это улица, где кто-то когда-то мечтал, жил, влюблялся. Здесь же проходили страшные события войны и смерти. Но также это и улица, где, несмотря ни на что, удалось расцвести искусство художников. Очень часто улицу Маргутта называют улицей художников. Когда я бегу навстречу с туристами на Пляце Дель Пополо, с улицы Бабуина я всегда сворачиваю на улицу Маргутта, чтобы окунуться здесь в оазис красоты и тишины. Именно здесь у меня создается впечатление, что я нахожусь не в центре Рима, а прогуливаюсь по улице красивой деревни. Сегодня улицы украшают картины художников. Но когда закончится выставка, мы будем обращать внимание на антикварные магазины и мастерские. Благодаря наличию мастерских и антикварных магазинов на улице, мы как будто оказываемся в другой эпохе. Улица Маргутта – это больше, чем улица. Она показывает душу города. Здесь счастье витает в воздухе и радость наполняет душу. Однажды после наших длительных прогулок по Риму гости вечного города сказали, мы обязательно вернемся в Рим, чтобы вновь прогуляться по улице Маргутта. И эта улица этого заслуживает. А сейчас, дорогие друзья, я предлагаю вам самостоятельно прогуляться по улице Маргутта, чтобы прочувствовать атмосферу этой улицы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Фонтан художников на улице Маргутте – это как триумф художникам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы выходим с улицы Маргутте, и здесь нас уже окутывает шум вечного города. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...